русская кухня в эпоху войны и кризиса здравствуйте с вами павел сюткин вы смотрите вкус свободы русская кухня снова в моде это примета времени в стране российская пропаганда поднимает на знамя отеческие кулинарные традиции все вроде бы логично разумно но не все так просто важно понять что делает она это не просто в пику всему западном чтобы стереть из памяти богопротивный европейский пармезан или йогурт помимо чисто идеологического удобства русская народная кухня предполагает и использование во многом того самого подножного корма репы крапивы овса полбы дешевых потрохов ягод грибов что может быть экономнее чем отеческие щи с кислой капустой которые можно для солидности назвать монастырскими действительно в любой кризисной ситуации русская кухня проваливалась до самых простых продуктов до своего исторического основания хлеба каши селедки ну позднее картошки иллюзия разнообразия создавали дачные закрома с советских шестисоток и сегодня этот исторический идеал все ближе десятый год падения доходов населения после крым-наша не спрячешь в официальной статистике и в отличие от социализма сейчас от людей не скроешь грустные цифры всего ли явно заметны нездоровые симптомы в гастрономии по которым явно ощущается экономический кризис по сути дела идет деградация продовольственного рынка но у россии ведь страна большая и консервативная поэтому и процесс разрушения привычного быта идет не и не быстро особенно когда мы говорим об ощущениях людей старающихся все-таки не замечать плохое но есть и статистика вы помните конец девяностых начала двухтысячных годов тогда у нас начали появляться иностранные сети все эти метро ашан спар энко нет они пришли не потому что на россию снизошло счастье в виде путина а потому что средняя российская семья в крупных городах оказалась готова потратить 200 долларов в месяц на продукты питания в магазине именно это и оказалось критерием для перспектив международного бизнеса сегодня в россии есть важная цифра 40 тысяч рублей половина россиян зарабатывает меньше этой суммы половина больше при нынешнем курсе это чуть более 500 долларов которые в общем-то уменьшаются на глазах явно этот процесс будет происходить и в ближайший месяц даже если предположить что половина этих доходов идет на еду а это на самом деле показатель крайней бедности практически африканской насколько большую корзину вы наберете на 50 долларов это 3600 рублей в неделю и это так называемый средний класс а ведь пол страны живет еще хуже не меньше вклад в падение жизненного уровня вносит и рост цен на базовый продукт официальная статистика бодро рассказывает нам что больше всего за 2022 год подорожал йод а кида так она и вовсе дешевеет на глазах к сожалению в этих победных реляциях нет наиболее ходовых мясомолочных продуктов более адекватную информацию дает скажем проект pricing day данные для которого собирают в россии тысячи волонтеров команды навального в декабре прошлого года они провели эксперимент закупив новогодний набор ингредиенты для салата оливье колбаса сыр маленькая баночка икры отечественное шампанское в общей сложности все это стоило пять тысяч сто тридцать восемь рублей а годом ранее точно такой же набор в том же самом магазине стоил четыре тысячи восемнадцать рублей вот такая средняя продовольственная инфляция двадцать пять-тридцать процентов по ощущениям многих россиян она и соответствует росту цен конечно значительно более усилится после уже ясно наметившейся тенденции к падению курса рубля с начала года он просил больше чем на десять процентов и ожидания здесь все очень плохие продовольственные трудности пусть и медленно но неизбежно ждут россиян впереди если страна конечно и дальше будет пребывать дурмане пропаганды и предпочитать пушки вместо масла здесь вряд ли скажешь лучше классика а то что придется потом платить так ведь это ж пойми потом и и и